И так человек живёт для того, чтобы перейти в другой мир, мир света и любви. В этом цель человеческой жизни. Всё, что здесь происходит, это временно. Оно всё уйдёт. Всё пройдёт и печаль, и радость. Я недавно приехал в Тольятти, заглянул в свою школу. Я хотел увидеть то, что я раньше, я там учился, я помню там эту обстановку, атмосферу. Я был ребёнком, мне всё нравилось. Я хотел увидеть то же самое. Я пришёл, но я увидел другую школу. На этом же самом месте, то же самое здание. Это другая школа, там другая атмосфера, другие люди, другая энергия. Всё, всё по-другому полностью. Я никогда не смогу увидеть то же самое, что было тогда, в прошлом. Это значит, что наша жизнь также будет в прошлом. Вот это, которая сейчас, мы вот так, мы думаем, ой, мне так это всё надо. Всё, что вам надо сейчас, будет в прошлом. Единственное, что с вами останется, это чистота, любовь и Бог. Там будет жизнь, тоже будут отношения, всё будет. Но она должна быть светлее, чем эта новая жизнь, светлее. И ради этого человек рождается на этой земле. Чтобы прожить так жизни, чтобы в конце... Понимаете, вот в какие отношения мы входим с людьми? Вот, допустим, я, если я всех люблю, всех прощаю, лучше отношусь к людям, чем они есть. Какой результат будет? Я попадаю в следующей жизни в такую среду, где люди чище и светлее. Это гораздо лучше даже, чем Израиль. Это вообще даже просто несравнимо лучше, понимаете? Становишься вообще в десятки раз более избранным народом становишься. Когда ты сдаёшь экзамены жизни, ты попадаешь в чистую, светлую атмосферу, в которой совсем другая жизнь. Поверьте мне, есть много планет в этом мире даже, не то, что в духовном, даже в этом материальном, где чище атмосфера, лучше жизни. Мне кое-что Господь уже приоткрыл. Я что-то видел краешком глаза, немножечко подсматривал. Я вам говорю, как свидетель, что есть другие места, где можно жить. Когда человек чистый и светлый ко всем относится, он попадает в чистую, светлую атмосферу. И в детстве мы знали, что мы для этого живём, а сейчас забыли. Мы сейчас думаем, что мы для квартиры, машины живём и для секса. От чистого истока, то есть от себя, от души, в прекрасное, далёко, в духовный мир, там, где всё из души соткано, я начинаю путь в жизни. Для этого я живу, в этом цель жизни. Только в этом, больше ни в чём. Потом постепенно я начинаю более мелкие вещи, воспринимать как основу, и поэтому я попадаю в стресс. Почему человек попадает в стресс? Потому что он мелкие вещи, не главные в жизни, воспринимает как главные. Всё, вот этот человек главное для меня. Да забудешь ты его через 20-30-40 лет, не будет этого человека в твоей жизни. У нас всё здесь временно. Главное — это Бог. Он ведёт тебя по жизни. Это главное. Всё остальное — это временно. Это нужно тоже, но это временно. Если ты это понимаешь, стресса не будет, потому что нельзя надеяться на того, кто не даст тебе замену Бога. Надейся только на Бога. Верь только в Него. От Него испытывай только счастье, главное в жизни. Всем остальным служи. Если ты начинаешь надеяться на человека, попадаешь в стресс. Кушать не можешь, спать не можешь. Униженность полная, полная потеря на себя. Всё. Результат веры в человека. Человеку надо просто служить, заботиться о нём и знать, что он слаб. Любой человек может стать источником страдания. Для каждого из нас. Но это не значит, что он обязательно им станет. Если мы правильно живём, мы на Бога рассчитываем, тогда никто не будет нам источником страданий, будет просто источником трудностей. Трудности и страдания — это разные вещи. Если я принял недостатки человека, его трудности, всё это просто трудность моя, это не страдание. У меня всё нормально в жизни. Просто есть трудность, страданий нет. Страдание означает, я хочу большего, я жду большего от человека, а не от Бога. Я перепутал Бога с человеком, и значит, что будет стресс, боль. Несправедливость чувства, отчаяние. Человек теряет себя, выпадает в эту депрессию. Он думает, как же так можно жить вокруг такие люди? Можно, а почему нет? Все люди, души, они просто учатся здесь так же, как ты. Они ошибаются. Любим, верим, грустим, ошибаемся. Вот так мы живём. Это жизнь. Мы вместе с птицами в небо уносимся. Мы здесь и звёздами падаем, падаем вниз. Потому что так устроена жизнь. Время нас то поднимает, то опускает. Ничего с этим не сделаешь. Теперь, что же такое настоящая жизнь? Я сегодня в очень глубокой концентрации слушал голос святого человека. Вместе с ним молился, так же, как он старался глубоко его звук понять, чистоты, чистоту его понять, слушал. И в это время находился в аскезе, в неподвижном положении тела. В это время я постепенно зашёл в своё сердце, увидел свою жизнь, всю свою судьбу. Увидел людей, которые на меня надеются здесь, в этом зале. Начал молиться за них. Как это я делаю? Я слушаю голос, наполняюсь им. И моя вера в этот звук святого человека, я в памяти с этой верой обращаюсь к этим людям. И эта вера делает их уверенными, делает их сильными, то есть победоносными. Понимаете, всё основано на вере. Если ты веришь в святость кого-то и чувствуешь эту святость, ты передаёшь своей памятью всем эту святость. И эта святость становится основой жизни всех, кто тебя окружает. Так человек должен жить. Он должен каждый день этим заниматься. Это настоящая жизнь. Вот я верю тебе, я верю тебе. Хорошо, это просто слова. Вера означает толк души. Нужно учиться, опираться на тех, кто в настоящем верит. Эту верить перед верой через память, свою память передавать всем остальным. Хотя есть чувство несправедливости по отношению к кому-то, оно постепенно проходит. У меня тоже бывает чувство несправедливости, я не каменный человек. Но я знаю, что в этом нет сильно большого чего-то. Стресс означает, что я придаю сильно большого значения тому, что не является таковым. Ой, я не могу здесь жить в этой стране, у меня нет работы, нет счастья, нет любви, мне плохо здесь. Это просто влияние энергии времени. Если ты молишься, убираешь эту энергию, тебе становится здесь хорошо, ты становишься счастливым, у тебя появляется близкий человек, у тебя появляется работа, несмотря на то, что тебе все это здесь не положено. Что значит не положено? Это значит, что есть сила, которая препятствует тебе возможности здесь жить счастливо. А ты, если силу эту преодолел своей с помощью звука, слушания святости и памяти, звука и памяти, ты победил, тебе стало все положено. Некоторые говорят, нет, нет, не положено, означает никогда не положено. Такие есть умники. Говорят, да, не положено все. Доктор, я жить буду, я бы тебе не советовал. Не положено уже хорошо жить, все плохо, будешь болеть. Умники такие есть. Замечательно. Хорошая философия. Вот сам так и живи. Как мне быть счастливым? Заведи себя любовника. А можно я заведу любовницей твою жену? Психолог тебе посоветовал, говорит, заведи себя любовницу. Хорошо, у тебя есть жена? Есть. А можно я вашу жену заведу себя любовницей? все познается на себе, на своем опыте. Если ты так говоришь, что кому-то ты придешь, тебе скажут, все, осеннее пальто можешь не покупать. Ты сам всю жизнь такие вещи говорил, через гороскоп другим людям. Теперь тебе скажут то же самое. Ты поверишь в это? Нет. Ты скажешь, нет, я все смогу и оклятвы не нарушу. своим дыханием землю обогреет. Ты только прикажи, я не струшу, товарищ, время. Я хочу с временем отношения силы строить. Я хочу побеждать в этом мире, а не сдаваться. Но если так, то почему ты тогда другим говоришь не такие же вещи? В этом мире нет поражения. В этом мире есть только победа. Поражение означает неправильная философия, неправильное восприятие мира. Человек, который даже не может победить злокачественную опухоль на пороге смерти, он не терпит поражения, если он думает о Боге. Он испытывает огромное счастье, даже уходя из этого мира. Я был свидетелем одного удивительного ухода в святом месте. Один человек болел злокачественной опухолью. Иногда даже святой человек не может вылечить злокачественную опухоль, потому что так хочет Бог. Хочет его себе забрать. Ему надо по законам это все делать, он не может его просто взять и забрать. Надо, чтобы все было внешне, выглядело, что вот как бы по законам. Но есть признаки, что этот человек достиг совершенства жизни. Я вам сейчас расскажу эти признаки. Он был очень умиротворенным перед уходом. Один раз был такой момент, что он говорит, дай мне, пожалуйста, трубку, телефон, мне звонит кто-то. Жена говорит, никто не звонит. Он говорит, дай, пожалуйста, трубку. Она ему дает трубку. Он говорит, алло, дай, вас слушаю, все понял, спасибо, обязательно так сделаю. И она говорит, а кто с тобой разговаривал? Он говорит, а ну со мной разговаривал мой духовный учитель. А духовный учитель уже давно ушел из этого мира. И что он тебе сказал? Он мне сказал, что завтра мне надо ни есть, ни спать сейчас, все, только молиться. Завтра я уйду к нему. Все, завтра я уйду к нему, сегодня я молюсь. Она думает, ну вот какие-то галлюцинации уже пошли. На следующий день в это же время примерно он лежит, говорит, ой, посмотри, как все красиво вокруг, какая красота. Я вижу, что все красиво становится. Красота какая-то. Она говорит, никакой красоты, ничего не вижу. Вот он говорит, посмотри в окно, как все красиво стало. В святом месте был этот человек. она посмотрела в окно, потом на него смотрит, а он вот так вот, в такой радости, с улыбкой на лице, глаза, счастливые, оставил этот мир. Нет смерти для таких людей, которые уже все сделали в своей жизни, все самое красивое сделали. Они жили для счастья, для чистоты и ушли в эту чистоту. поэтому есть сознание пчелы и сознание мухи. И пчела, и муха хотят любви, то есть сладкого вкуса. Все хотят любви. Пчела, когда летит к любви, она ничего не замечает вообще вокруг. Только цветок, только нектар, только пыльца. Когда она берет ее, не себе. Это волосы сами жрать все начинают. Пчела несет вулей. Она все это берет, несет другим пчелам. И вот так все время она летает туда-сюда. Она ничего не замечает, кроме любви. Потому что пыльца и нектар это энергия любви цветка. И также вот эти вот цветки, это означает любовь. Почему ударить цветы? Потому что это любовь. Может старший давать цветки, в них заложена энергия любви к Богу. Когда старшим и младшим дают цветок, этот цветок олицетворяет любовь к Богу. Поэтому цветы в отношениях между любимыми есть и между старшим и младшим тоже есть цветы. Это означает любовь. И когда пчела устает, она потом прилетает в улье, уже не может лететь просто, она не может. Она начинает там ползать, есть мед, и он прилипает к крыльям, она вся в этом меде становится, изваляется, и вся там погружается в мед, вся в меде короче становится. И вообще она залепляется медом, вся лежит в этом меде. Лоза квадратная. А мед это энергия любви. Она вся в любви, вся в шоколаде лежит. И потом ее другие пчелы облизывают, облизывают всю. И она раз, и опять за нектаром. И так всю жизнь. Она кроме меда ничего не знает вообще в жизни. Она знает только любовь. Все. Муха тоже летит за любовью, она хочет любви, но по дороге она смотрит, чтобы нигде не было бардака. Для нее любовь на втором месте стоит, а на первом правило. Главное, чтобы все правильно было. Все должно быть хорошо, правильно, никакого бардака не должно быть. Она всем делает замечания по дороге, и в конце концов она видит там лежит какая-то куча. Вот вообще полный бардак. Надо разобраться с этим вопросом. Она туда летит в эту кучу, туда залазит, у нее потом опарыши появляются там, и вот она в этой куче всю жизнь проводит вместо нектара. То есть поэтому выбери для себя, чего ты хочешь. Делать замечания, на всех злиться, ругаться или любить. Или любить, прощать и трудиться сердцем. Ты выбери для себя, что ты хочешь, пщеинную жизнь и попасть в пространство духовное, где только чистота и любовь, или попасть в пространство злое, где все тебе будут делать замечания постоянно. Один священник подошел к своему батюшке, говорит, ты мне образно, просто образно расскажи, чем отличается рай от ада. Вот расскажи, как ты, примерно, чтобы было понятно. Он говорит, ну хорошо, вот смотри, ты заходишь в столовую, в трапезную, и там одна такая стоит, похлебки, такая чашка, сидят вокруг монахи, у них длинные ложки, и они пытаются оттуда кушать. Но так как ложка длиннее, как бы, а можно брать только за край, ложка длиннее, поэтому ты не можешь себе засунуть эту ложку в рот, и все очень сильно мучаются, голодные, несчастные, потому что они берут, и каждый пытается больше взять себе из этой похлебки. это ад. Он говорит, а рай тогда что? Ну то же самое говорит, такая же кухня, большой стол, сидят такие же монахи, такая же похлебка, но только они, когда из ложки берут, они вообще про себя не думают, кому-то другому в рот кладут эту еду. И им кто-то в это время в рот кладет, и так они кушают все, это рай. Вот то же самое, только вот в этом разница. Когда человек живет в боли, в своих трудностях, он живет в страхе, он живет напряжении, ему хочется, чтобы у него была счастливая жизнь, он живет в аду. Когда человек забывает про себя, служит другим, хоть этот путь неведом, этот путь неведом, никто не знает, что надо отречься от своего счастья. Все говорят, так это, а как тогда вообще, как без своего счастья? Да, вот и все не думай о себе. Счастье будешь получать с другой стороны. Не сам будешь себе добывать, а тебе будут давать. Забудь про себя. Счастье все будут тебе приносить. Давать тебе будут счастье. Если ты забыл про себя, все будут о тебе помнить в это время. Это рай. Оставь свои заботы, падения, взлеты. Перестань о себе думать. Пойми, что это жизнь не детская игра. Дети все время про себя думают, плачут, пищат, требуют все в себе чего-то. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает, что ты наполняешься сначала от Бога. Стань наполненным, не жди счастья от людей, наполнись от Бога, с утра встань, слушай звук святого человека, голос, помни об алтаре, кланься ему, вспомни о святых местах, через память контакт с Богом происходит. Будешь просто сидеть, хлопать ушами, ничего не получится, нужно вспоминать. Через память, слушай голос, вспоминай святое место, кланяйся, сосредоточься, включай ключи свечки, свечки огонь, свечи помогают сосредоточиться, включи молитву, потому что сам по себе без кого-то ты будешь находиться в пространстве своей инертности, своего тугой памяти о себе. Будут лезть какие-то события в твое сердце, ты не сможешь сосредоточиться, на Боге. Ключи голос святого человека, окружи себя святыми иконами, изображениями, в своей вере, в своей традиции, если нет своей веры, тогда все ставь еще лучше, тогда все ставь, что хочешь. Все вместе, всему, всей святости служи сразу, какая только есть на этой земле. Ничего не бойся, не стесняйся. Никого ты не предаешь в это время, никто тебя не расстреляет. Не стреляет. Люби Бога, как тебе нравится. И когда человек так начинает жить, то он наполняется солнцем. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. За солнцем означает за Богом. Вставай с утра, куда тебе идти? Вот солнце на алтаре, перед тобой икона, вот перед тобой голос святого человека. Включай, настраивайся, не оставайся наедине с собой, молись. Это путь добра. Добра, ты становишься счастливым, радостным. Всем желаю счастья, я желаю всем счастья. Яна, когда я выходил через лекцию, она танцевала, руки кверху, плыви голой, говорил, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Это дорога добра. Хоть этот путь неведом. Если вы на остановку выйдете, так будете себя вести, вас могут забрать психушкой. Никто не понимает, зачем так кричать счастье. Если матерится человек, допустим, ругается, недовольный, это понятно. А я желаю всем счастья, это непонятно. А все, что он такое кричит? Может он больной? надо знать, Очень нужно каждому из нас. Очень нужно каждому знать, что счастье есть. Надо знать, что счастье есть. Надо знать, что счастье есть. Когда человек в депрессии, находится в стрессе, он не знает, что счастье есть. Он постоянно думает о своей проблеме, он от нее не может отвлечься 24 часа в сутки. Постоянно, что же мне делать с этим, что же мне делать с этим, что мне делать с этим. Не надо об этом думать. Ты захлёбываешься, истощаешься и погибаешь. Ничего с этим делать не надо. Это просто механика судьбы. Энергия времени испытывает тебя. Отвлекись от этого, думай, от Бога молись. И постепенно произойдут три вещи. Первая вещь. Ты почувствуешь, что всё будет хорошо. Несмотря на то, что всё плохо. Ты наполняешься энергией Бога, и страдания проходят. Страдания — это нехватка энергии Бога. Когда сердце сухо внутри, когда там жар судьбы действует, там пустыня судьбы, человек ожарит это всё, понимаете? Ему нужна влага Бога. Он слушает просто голос святого человека, молится, или смотрит на икону, любит её, думает о святости. И у него в сердце становится спокойнее, спокойнее, спокойнее. Первая стадия. Несмотря на то, что события есть, тебя бросают. Тебя не любят, события есть. Вот здесь сердце. Всё будет хорошо. Первая стадия. Вторая стадия. Я продолжаю молитву. В сердце появляется знание чётко, что делать. Знание приходит после спокойствия. Разум приходит в сердце, в знание в человеках, в сердце, всегда после спокойствия. Если вы беспокоитесь, вы ничего не узнаете, что делать. Если вы нервничаете, суетитесь, обижаетесь, гневаетесь, беспокоитесь, вы не узнаете, что делать. что делать можно узнать только в спокойном состоянии что все будет хорошо вот здесь чувство победу поступать получили за ним идет знание дальше за чувством победы а до этого момента это тоже идет знание он не может это сделать а может это сделано что сделать это на знание очень много идет но нет никакой веры в то что вы чувствуете потому что разум в это время не действует в это время действует судьба и причем не добрая судьба злая поэтому единственное что нужно делать человеку в это время это просто ждать когда в сердце наступит спокойствие нужно думать о боге слушать голос того кто молится и молиться вместе с ним слушать и молиться вместе с ним опираюсь наполняясь это силы за все силы я знаю что мне больше ничего не поможет вхожу в это состояние молитвы наполняюсь мой голос наполняется силой все приходит время это боль которая была основой моей жизни она вытесняется и в сердце появляется спокойствие сила то называется вера жить с верой человек чувствуется получше стало дальше молюсь ничего не знаю что делать все плохо дальше молюсь после спокойствия постепенно трезвеет сознанием трезвеет 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 и ты начинаешь чувствовать как жить дальше у тебя картинка встает все так человек должен жить или спокойствие появилось и тебе дается знание иди к старшим он тебе все скажет как надо делать все делать так как он тебе скажет пошел к старшим руководство к действию же или открой священное писание открой просто и читай увидишь что делать открывает и видит что делать у всех по-разному это работает но идея такая когда человека при получает спокойствие знания следуют за этим всегда что делать люди в основном не хотят понимать что делать они хотят просто мучиться вот я буду мучиться пока судьба сама мне не подарит счастья все замечательная позиция но судьба как раз и хочет тебя мучить дальше пока ты не начнешь молиться и в это стресс означает что судьба не будет уступать нет я буду дальше ждать хорошо жди хоть всю жизнь судьба в этот раз уступать тебе не будет как раньше потому что ты в стрессе стресс означает или ты поверишь бога или помрешь одно из двух никаких уступок в этом святой ситуации не будет уступки все закончились все это самый главный самый тяжелый период твоей жизни и сегодня и сейчас ты сдаешь экзамены своей жизни ради чего ты родился то сейчас и происходит ты должен научиться верить должен стать сильнее себя ты должен стать проводником чистоты они опираться на себя должен стать силой они слабостью должен стать радостью они печалью должен стать прощением они не к обидой и так далее поменяй себя с помощью света это и будет твоя самый главный опыт твоей жизни и то что тебе казалось неосуществимо осуществится это называется чудо некоторые люди тут чуть чудо это значит по воде ходить там что-то материализоваться должно там раз ручку положил все ожило нет чудо в вашей жизни должно произойти чудо это то что с вами произойдет вот конкретно с вами вот нет не должно было это произойти раз и это происходит вы видите своими глазами вот это чудо который получается в результате молитвы обязательно обязательно но иногда не то что хочешь я например попал когда в стресс и было тяжело я уже тогда молился тоже но как-то вот так прям прозевал что человек стал выше чем бог для меня и результате получил отчаяние разочарование молился 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 ничего не возвращается я думал но если я молюсь все вернется назад я так старался из-за всей силы целыми днями еще хуже становится чем больше молюсь тем хуже и хуже ситуации все без надега полный с точки зрения ситуация с точки зрения сердца она спокойно сильная на ситуация все хуже и хуже я думаю что тут не то я пришел на калтарю тогда прошло уже больше года я смотрю на алтарь думаю да ты все устроил господу обращаюсь такая сладкая улыбка конечно я ну то есть он не сказал внутри я почувствовал сердце это хорошо стало я так подумал но если это ты все сделай ты хочешь дальше со мной то и делай я на все согласно не так хорошо стало все прошло стресс закончился иногда мы хотим одного получаем другое гораздо лучше мы хотим одно что получилось а получается еще лучше иногда мы хотим одного человека себе а бог нам запланировал уже лучше человека зачем нам хуже будет давать допустим ребенок говорит папа я хочу леденец папа я хочу леденец а папа ему уже запланировал гораздо более вкусную конфетку он говорит леденца не получишь и он бьется головой об стену ему раз конфетка такая сладкая вкусно гораздо лучше чем леденец он говорит папа какой мудрый мне дал еще лучше бог всегда планирует для нас самое лучшее гораздо лучше чем мы себе хотим мы не знаем об этом мы упрямые мы хотим то что хотим мы не верим что бывает лучше но но сначала человек должен в стрессе он не может молиться у нее нет сил ни на что вообще это значит что он как загнанная лошадь нужен контакт с природой нужно силу восстановление нужны поэтому нужно восстать ему надо двигаться начинать особенно если это болезнь тела однозначно нужно движение и пост движение и пост побеждают болезни тела банально но это так самая лучшая пища на этой земле которая восстанавливает здоровье это зелень зеленая пища это самая первая пища вообще знаете что солнце попадает в листву сначала вот с чего все начинается питание с чего начинается на самом деле все питаются только солнечной энергией понимаете только солнечной энергией больше ничем никто не питается и солнечная энергия как превращается в жизнь Где она превращается в жизнь? В листьях и в траве, да? Потом траву съедают животные, они превращаются в мясо или в молоко. Или дерево само превращает солнечную энергию в фрукты, плоды. Но сначала все начинается с зелени. Поэтому зелень является самой легкой, самой простой и самой здоровой пищей. Все остальное пища тяжелее уже. Следующий цикл. Мы солнце непосредственно пекушать не сможем, но зелень можем, особенно тушеную, если ее немножко подтушить, она становится мягче. И эта зелень, она очень мягко действует на организм. Она как бы все ненужное убирает из организма. Она дает возможность организму очищать себя, потому что эта пища очень легкая. Для нее не требуется сильно много энергии в организме, чтобы ее переварить. Это самая легкая пища, зелень тушеная. Поэтому, когда человек ослаблен, у него тяжелые болезни, ему надо есть зелень и двигаться больше. Движение. Потому что движение дает человеку жизнь. Все болезни — это разные виды застывания тела. Суставы болят, застыли. Тонкая энергия застывает, где-то наступают болезни. Для того, чтобы оно не застывало, надо двигаться. Когда человек двигается, он все начинает оживать в организме. И все хорошо. У меня на ногах ногти, на больших пальцах стали постепенно белеть. И как будто они такие, все там, говорят, грибок там, еще что-то. Просто там застыла энергия. Я начал бегать, просто бегать. И у меня ноготки все восстанавливаются, восстанавливаются, почти восстановились. Сами. Оживление произошло, движение. Движение, энергия начинает лучше двигаться. Обмен веществ, все ненужное уходит, нужное восстанавливается. Все. Также тоже любые опухоли, они в результате движения, они рассасываются. Потому что опухоль начинается с того, что там ткань забивается, а потом грубая ткань забиваться начинает. В результате туда заходит другое живое существо. Организм сам не контролирует это место. Другое живое существо заходит агрессивно и начинает там жить. И размножаться там. Это вот и есть опухоль. Чтобы оно оттуда ушло, нужно, чтобы организм сам начал жить на этой территории. Ну представьте, допустим, сейчас в Израиле какая-то зона будет пустой. И там никого нет, вообще людей никого нет. Там все растет, все хорошо, никого нет. И рано или поздно какая-то часть, какая-то культура, страна там заселится незаконно и будет там жить. Ну кого же нет, правда? Так всегда и везде бывает. Для того, чтобы там никто не жил, надо двигаться, начать, чтобы там движение пошло. Кто-то там что-то делать должен, и все, и ненужное все убирают. Так устроен этот мир. Поэтому все начинается с движения. Не думайте, что только молитва вас должна лечить. Все три сферы жизни должны быть задействованы в жизни. Надо любить людей, служить людям. Надо любить природу, бегать вдоль моря, делать зарядку. Что вам больше нравится, там чекать гири какие-нибудь, зарядки, там еще что-нибудь. Но двигаться, как вам нравится. Понятна система? Если нечем обтираться, обтирайтесь, чем придется. Главное, делайте это. Приседайте до упада, двигайтесь, бегайте, прыгайте. Что-то делайте со своей жизнью. Застыли, значит смерть вошла в вашу жизнь. Лень, сон излишний, еда излишняя. Это смерть заходит в жизнь. Это тоже важно знать, что есть депрессия психика, есть депрессия тела. Когда человек становится толстым, ленивым, это депрессия тела. Означает, что он не хочет жить в этом теле, человек уже. Нужно движение, нужно побеждать себя. У меня есть один замечательный ученик, его зовут Антон Кобзев. Еще бы он не был у вас, да? Это замечательный, талантливый очень монах. Он живет такой отреченной жизнью, пока учится. У нас есть такое понятие, как ученичество. Он учится, и он выбрал себе такой путь, давать людям знания. И он ездит за мной, я куда-то поеду, он дальше сам тоже за мной едет. Я все рассказываю про него, потому что он талантливый человек, искренний. И он, когда приедет к вам почитать лекцию, вам будет очень радостно с ним. Есть люди от природы, которые должны читать лекции. Я когда начал читать лекции, мне было 24 года. Я только начал читать лекции, меня люди слушали, хотя я не мог понять, что они слушают-то. Мы не слушали, потому что такова природа. Вот я читаю, людям нравится. Так Господь хочет просто, и все. Вот он такой же человек, его интересные и увлекательные лекции учили. Послушайте, приходите. Поддержите его, вам интересно с ним будет. Это такое объявление. Также хочу сказать, что здесь в Израиле есть клубы «Благость». Это люди вместе собираются, обсуждают мои лекции. Можно оставаться в своей вере. Разные веры, можно приходить все. У нас всех любят. Никто не будет менять вашу веру. И мы, наоборот, не любим этого. И просто приходите. У нас есть в клубах «Благость» молитвенные ретриты. Раз в два месяца где-то по всему миру. Я в интернет-пространстве. Люди меня видят, я им даю настройку. Потом они смотрят, как я молюсь. Мы вместе все молимся сейчас. Потом обсуждаем, что произошло. Несколько тысяч человек одновременно молятся. Это клубы «Благость» такое вот делают. Приходите на клубы «Благость». Общайтесь. Если вы хотите познакомиться с моей командой, с теми, кто меня окружает людьми, с моими лекторами, соратниками, друзьями, приезжайте на фестиваль «Благость». Этот фестиваль проходит в не таком солнечном месте, как, допустим, Мёртвое море, но в достаточно солнечном. Это Анапа. Анапа, слово «аната». Анапа, если прочитать обратно, то называется «апана». «Апана» — это жизненная энергия, идущая вниз. Все расслабляются. Но мы побеждаем это слово. У нас фестиваль в Анапе происходит, но там создается очень удивительная атмосфера. Люди, которые туда съездили, они никогда не остаются равнодушными. То есть они всю жизнь помнят о том, что там было. Там всегда авторская песня поется, каждый день спектакли или концерты по вечерам, каждый день лекции, с утра йога, танцы. Днем можно учиться танцам индийским, выучиться за две недели танцам индийским, в какой-то степени рисовать, можно научиться там и так далее. Столько всего интересного, всякие консультации, тренинги. Самая лучшая, наверное, пища, вкусная очень, с молитвой приготовленная. Можно купаться. Там даже есть бассейн, можно купаться в бассейне, слушать лекцию одновременно. Там колонки на улицу выходят тоже. Если у вас дети, можно на улице сидеть, слушать лекцию рядом, дети играются. Вот так вот лежать. На две недели у нас, две недели фестиваль. За две недели люди полностью меняют свою жизнь. Мы решили делать не меньше, не делать, потому что меньше человек не успевает войти в эту жизнь. Мы рисковали, потому что думали, за две недели никто не поедет. Но у нас приезжает на фестиваль до тысячи человек сейчас. Огромное количество людей. Некоторые знакомятся на фестивале, потом приезжают уже женатыми. Вот это была рекламная пауза. Оставайтесь на нашей волне. И, конечно же, сейчас у нас, мы с вами должны беседовать о молитве. У нас есть еще полтора часа. Поэтому сейчас вопросы только по молитве. О том, как побеждать судьбу. Все, больше никаких вопросов задавать сейчас нельзя. Ваш вопрос. Как вы хотите побеждать судьбу? И вот сзади, 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 в самом конце. Как вы хотите побеждать судьбу? Какой опыт победы над судьбой? Да, сдавайте. Вы должны спросить или сказать, поделиться опытом. Мы все знаем, как вас зовут. Это бред полный вообще. Я не согласен. Я против, протестую против этой идеи. Это мой протест. Молитва — это взаимоотношение с Богом. Никто никуда никого не вытягивает. С кармой она вообще никак не связана. Если человек говорит, что он хороший лектор, он вообще не понимает, что такое лекции. Потому что молитва никакое отношение к карме не имеет. Молитва — это другая жизнь. Человек взаимодействует с Богом. Он создает себе новую судьбу. Эта новая судьба растворяет все, что было в старой. Ничего не остается. Человек, когда молится, у него старой судьбы нет, у него только новая создается. Она на основе старой создается. Гороскоп работает, но он работает только на хорошее, в основном, а не на плохое. Больше того, есть два варианта. Если ты молишься очень сильно, то Бог как бы выбирает, дает тебе путь самый возвышенный, чистый, в котором нет запланированных событий в этой жизни. Допустим, если ты девушка родилась, то запланировано, что выйдешь замуж и родишь детей. Но если девушка сильно молится, она возвышается так, что ей уже не нужно здесь ничего в этом мире. И она сама это чувствует, ей ничего и не нужно. Понимаете? Но в основном, это я говорю исключение, в основном, когда человек в молитве становится сильным, то он сначала становится сильным в жизни, в этом мире. Вся его крылышки распускаются, раскрываются, он становится как цветочек, очень сильным, развитым. И у него все начинает осуществляться, то, что надо, для того, чтобы он устойчиво здесь жил, в этом мире. Так действует молитва. И это вопреки судьбе происходит. А вот когда человек сидит и визуализирует что-то, сидит, визуализирует такое, хочу 5000 шекелей, допустим, визуализирует, старается за все силы, тогда в этом случае происходит то, что этот человек перепутал с молитвой. То есть в этом случае тогда все его благочестие выходит наружу с целью превратиться в 5000 шекелей, если у него хватит на это благочестия. И как-то с неба, там, в результате каких-то простых событий он получает эти деньги. Понимаете? А если он захотел больше, чем ему положено, тогда вообще ничего не получит. Потому что нет у него такого благочестия. У него в банке благочестия столько денег нет, чтобы ему этого дать. Понимаете? Визуализация как раз и является таким вредным, неправильным методом. Не надо ничего, мечтать ни о чем. Просто живите счастливо. Все, что вам надо в жизни, Бог уже знает это, не волнуйтесь. Он гораздо больше знает, чем вы даже можете себе представить о вас. Все, что вам надо, вы получите от него. Не бойтесь. Просто служите ему, молитесь, живите для Бога. Выполняйте свой долг перед людьми, радуйтесь природе. И в результате вы все будете в жизни получать, если вы побеждаете свою судьбу с помощью молитв. Еще вопрос на эту тему, Яна? Что-то непонятно? Вот смотрите, когда человек знает, что он это будет делать, это всего лишь стадия. Вот допустим, я молюсь. Сначала в сердце появляется спокойствие, что все будет хорошо. Вторая стадия, я знаю, что делать. Это второй круг жизни, вторая сфера жизни. И третья стадия, это само действие. Если человек продолжает молиться, то он не только знает, что делать, но у него появляются силы, чтобы это делать. Если он молится недостаточно, тогда он застывает на этой стадии, что я знаю, что делать, но не могу это сделать. Молись дальше. С помощью молитвы человек получает силы. Что такое молитва? Она орошает человека силой. Нам в этом мире не хватает только силы. Вот почему девушка не замужем? Мне не хватает силы, женской силы. Она должна парней с ног сшибать. Так, любая девушка может любого парня с ног сбить своей красотой. Любого. Если у нее много силы. Есть такие девушки, их называют апсарами. Это ангелы в женском теле. Если она приходит на землю, никто не может устоять перед ней. Она смотрит, все падают с ног, влюбляются. У нее столько силы. Поэтому она сюда не приходит на землю, ей не интересно. Она приходит туда, где надо потрудиться. Чтобы он влюбился. Итак, все девушки могут выйти замуж легко, если у них есть сила. Сила берется от Бога. Если нет силы у тебя в сердце, значит ты страдаешь. Все. Вот и просто. Все вот так. Сердце человека наполняется силой, прорываются все заслоны его жизни. В результате. Но если он сказал себе, я не хочу этого всего в этой жизни. Я хочу только Бога. Хорошо, пожалуйста, тоже. Нет проблем. В этом случае ничего не прорывается. Человек идет только к Богу. Это называется отреченный образ жизни. Отречение. Большинство людей не могут так жить. Поэтому Бог им даст все, что им нужно. Однозначно. Потому что это помогает им идти к Богу. Да, человек становится наполненным, сильным, счастливым. Ему легче идти к Богу, чем замученным, несчастным, больным. Вот если я буду дышать в трубочку, я больше или меньше сделаю в жизни? Конечно, меньше. Поэтому Бог меня от этого освободит, если я наполняюсь памятью о нем. Он нас не освобождает, потому что мы просто сами этого не хотим. Мы о нем недостаточно думаем. Как только мы о нем начинаем думать, так он сразу же нам дает то, что нам надо. Вот представьте, допустим, вы тонете, вам попротягивают руку, и вы не видите этой руки. Но если вы увидели, вы чуть-чуть протянули, вас сразу начинают вытягивать. Так и Бог тоже действует. Мы так сильно поглощены своей жизнью, поглощены здесь, что мы не чувствуем Бога, не хотим его видеть. Но как только мы чуть-чуть на нем сосредотачиваемся, чуть-чуть хотя бы, он нам дает сразу как можно быстрее то, что нам надо в жизни. Мы просто сами не хотим. Мы хотим сосредотачить только на своей жизни. Понимаете? Мы хотим думать о Боге вообще. Поэтому мы ничего не получаем в этой жизни, то, что нам надо. И она, давайте дальше спрашивайте. Я чувствую, вы сомневаетесь еще в моих словах. Ну, как все разумные евреи, вы молчите, сомневаясь. А я тоже еврей, поэтому я знаю, о чем вы молчите. Давайте спрашивайте дальше. Хорошо, пытайтесь понять, о чем вы молчите, но вы не совсем согласны, что я сказал. У вас есть сомнения. Поэтому вы можете их высказать, мы дальше будем на эту тему говорить. Или кто-то другой спрашивает о молитве, о победе над судьбой. Ваш вопрос, девушка. Вот смотрите. Этот вопрос всегда есть у всех людей. Как я могу сделать себя счастливым, живя среди хороших людей? На самом деле этот вопрос именно так звучит. Как я могу сделать себя счастливым, живя среди людей, которые дышат таким же воздухом, как я, живут так же, такими же идеями, как я. Как я могу себя сделать счастливым, живя рядом с такими людьми? Или по-другому иносказательно задать этот вопрос, как я могу его сделать таким, чтобы я была счастливым? И еще более запутанно сказать, как я могу сделать его лучше. Это совсем запутанно, потому что это нечестно. На самом деле мы не хотим никого лучше сделать, мы хотим быть счастливее рядом с людьми. Почему мы не делаем других, чужих людей лучше? Мы хотим и на своих, потому что мы хотим быть счастливыми, мы хотим с ними счастливо жить. И это эгоистическое желание. И так как оно эгоистическое, поэтому ничего не получится. Бога на мякине не проведешь. Поэтому для того, чтобы помочь человеку изменить свой жизненный путь и стать счастливым, нужно принять его таким, какой он есть сначала. К одному моему знакомому духовному наставнику пришел один мой знакомый человек. И он ему сказал, этому наставнику. Я уже все принял в своей жене. И это, и то, и все, и пятое, и десятое. И у меня к ней уже нет никаких особо желаний от нее. Все, ничего уже не хочу от нее. Все принял, совсем согласен, все нормально. Зачем мне тогда теперь жить семейной жизнью, если я уже ничего не хочу и совсем согласен? Если я ко всему привык и чувствую себя нормально во всех ситуациях жизни, зачем тогда мне дальше продолжать семейную жизнь? Может мне лучше отречься? И ответ его был такой. Тебе не надо сейчас отрекаться, потому что потом тебе придется отреченную жизнь принимать так же, как и семейную. Ты останься в семейной жизни сейчас, потому что именно сейчас твоя семейная жизнь начинается, все самое лучшее. Как только ты принял все в близком человеке, все, что в нем плохого, это значит, что ты теперь видишь, видеть в нем будешь все только хорошее. И это значит, что ты станешь счастливым в семейной жизни. И так все и произошло. Понимаете? Поэтому этот вопрос, как мне его поменять, неправильный. Правильный вопрос, Олег Геннадьевич, как мне его принять. Потому что когда человек принимает близкого человека и не хочет уже его менять, а просто по-доброму к ним относится. Он идет домой и знает, что там будет все спокойно, я дома буду отдыхать, потому что я принял всего полностью, всего-всего близкого человека, я его полностью переварил со всеми недостатками. Это значит, что я сделал первую капельку любви в отношении, просил, первую капельку любви. Вторая капелька любви заключается в том, что я начинаю видеть в нем хорошее и уважать в нем это хорошее, не обращать внимание на плохое. И тогда, когда я начинаю уважать в нем все хорошее, это все хорошее в нем начинает расцветать. Он становится все лучше и лучше, потому что я поливаю своим вниманием его чистоту, а не его недостатки. Если корову кормить целлофанными пакетами, она всегда выдает бензин. А если ее травить, не травить, а кормить зеленой травой, тогда она выдает настоящее молоко, которое является, молоко является концентрацией энергии любви. Женщины и коровы, молоко. Энергии любви концентрированы. Поэтому детей надо кормить материнским молоком, чтобы они чувствовали любовь и к любви стремились в своей жизни, чтобы их сердце не было сухим, чтобы их сердце стремилось к любви. Нужно мать материнское молоко, чтобы ребенок пил, поглощал любовь, ему нужна любовь. Он должен слушать также молитвы в детском возрасте, потому что уши тоже должны пить любовь через звук. Тогда разум ребенка насыщается любовью, у него появляется вера уже в его сердце с самого детства. Итак, на этой стадии, на второй, у человека появляются хорошие качества характера. И он меняется не в том, в чем вы хотите, чтобы он менялся, а он меняется в том, что он должен сейчас меняться. И он становится лучше, но не такой, как вы хотите, а он будет другой, но лучше. Он будет хорошим. И может быть, он будет не таким, не той же верой, что и вы. Он будет хорошим, и вы будете с ним счастливы, если вы сначала примете его, а потом дадите ему возможность быть таким, какой он есть. если цветочек желтенький, то не надо хотеть, чтобы он был красненький. Он и желтенький, хороший. Передайте ей желтенький цветочек. Услышали меня? Не бунтуете. Человек, когда начинает заниматься духовной практикой, идет духовным путем, то этот человек сначала всегда становится гордым. Всегда. Мясо бросил есть? Фу. Вокруг одни мецоеды. Ну, фу. Как можно жить? Ну, противно. Ну, просто противно. Ну, кошмары. Кошмары. Вот. Означает гордость. Курить перестал? Ой, ну курят, ну что же такое, а? Ну, невозможно жить. Воздух портят, гады. Гордость. Пить перестал, на вечеринку пришел, все пьют. Ой, кошмары. Веселящие духи. Ненавижу. Так далее. Человек становится гордым, он презирает всех, кто живет не так, как он. Когда человек получает веру, он понял, кто такой Иисус Христос, или он понял, кто такой пророк Мухаммед, или он понял, так же святых людей в других каких-то традициях, он понял, что такое святость. И первое, что происходит в его сердце, он думает, фу, остальное все, это все ерунда. Это все не вера. Вера только у меня, только вот моя вера, это вера. Все остальное, это не вера. Все остальные грешники. Хоть я и буду им улыбаться, на самом деле они все равно грешники, я это знаю. Буду вести себя с ними хорошо, потому что надо так себя вести. Но на самом деле только моя вера правильная, остальные все грешники. Гордость. Гордость начинается всегда, все начинается с гордости. Потому что человек не знает, как переваривать эту энергию чистоты, благости, любви. Он сначала не знает, она у него всегда переваривается неправильно. У него нет правильного пищеварения еще сначала. И поэтому он все воспринимает через призму своей гордыни, такой человек. Но приходит время, и это все проходит. Человек начинает видеть Бога везде, оставляются при этом свои вери. Много девушек хороших, как много ласковых имен. Ну, лишь одна меня тревожит. То есть он всех любит, но у него есть свое что-то. Вот. Он при этом, он, допустим, не ест мясо, но он хорошо относится к тем, кто ест. Ничего страшного. Он понимает, что это этап развития человека. Человек вот развивается, он как живет, как может, и хорошо, и слава Богу, ничего страшного. Он не пьет, но он нормально относится к тем, кто пьет, потому что это их этап развития. Они скоро разовьются. Может, в этой жизни, а может, в следующей обязательно станут лучше, потому что человек живет для этого. Нет другой цели жизни, кроме как стать развитым. И признаки развитости — это когда отваливаются все ненужные вещи. Цветок должен быть чистым. Чтобы красивым, он должен быть без грязи. Вино — это грязь. Мясо — это грязь. Излишнее увлечение сексом — это грязь. Куриво — это грязь. Наркотики — это грязь. Чистый цветок означает нет грязи. Когда человек отказывается от всего ненужного, он становится чистым, блестящим, радостным, счастливым, потому что он не оскверняется ничем, благостным он становится. Но гордость никто не отменял в это время все равно. От гордости, чтобы избавиться, надо знать, что гордость является окружением души. То есть все, что связано с кармой или судьбой человека, все опирается только на гордости. А смирение — это приближение к душе. Когда человек становится абсолютно, чувствует себя как душу, он абсолютно смиренный, он никого не судит, он всех любит, он всем хочет служить, о всех заботится, ни о ком плохо не думает и не испытывает никакой боли от этого мира. Испытывает только счастье здесь. Такой человек на санскрите называется «Атма Рама». «Атма Рама». «Рама» означает «радующийся», «Атма» означает «душа». Такой человек радость испытывает прямо внутри души. И он постоянно испытывает эту радость, что бы ни происходило с ним в этом мире. Это цель человеческой жизни — стать Атма Рамой, радующейся душой. Душой, которая испытывает любовь бесконечную ко всем. И это еще называется святостью. Такая душа сияет чистотой. И рядом с ней находиться очень хорошо. Поэтому все стремятся быть рядом с таким человеком. Ваши вопросы по молитве? Девушка, ваш вопрос? Нет, лучше с микрофона. Мы же для всех, не для себя живем. Так, взволновалась она Татьяна. Продолжайте. Огромное спасибо вам за ваши лекции. Вопрос у меня на кой. Почему иногда молиться хочется, и молиться идет легко, а иногда она нормально? Молиться хочется, и молиться идет легко, когда ты побеждаешь свою судьбу, находишься в хорошем периоде жизни, и время на тебя плохо не влияет. Молиться тормозится, не можешь молиться, не можешь на ней сосредоточить, тебе больно и плохо, и некому руку подать, когда время на тебя влияет плохо. Именно в это время и надо молиться. а когда тебе хочется можешь молиться может нет сам лишь но когда тебе плохо молиться надо обязательно когда ты валяешься в постели не хочешь стать надо встать обязательно когда ты летишь самолете и тебе страшно в это время надо обязательно сосредоточиться на боге они боятся и так далее Всегда, когда опасность приходит, человек должен ее стараться побеждать. Асато означает суета, бренность. Человек бежит куда-то, ему некогда, он работает постоянно, упахивается, ему некогда даже подумать о жене и о детях, он постоянно бежит, 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 бежит. Это значит, что ему нужно концентрироваться на вечности, на вечном. Что является вечным? Вечным является святость, икона святая, вечным является голос молитвы. В это время, когда ты едешь в машине, когда ты суетишься в метро, тебе надо обязательно в ухо вставлять то, что связано с вечностью. И это уравновесит тебя, твою жизнь. Она войдет в баланс. Если ты суетишься в это время, асато ма садга моя. Асато суету побеждает контакт с вечностью. Контактируй с тем, что связано с Богом в это время. Молитва, лекция духовная. Ты всегда будешь удовлетворен, даже несмотря на то, что ты в дороге. Или суетишься, или бежишь куда-то. Если не можешь слушать лекцию, слушай духовную музыку или молитву. На это не надо сильно концентрироваться. Но ты будешь в балансе. Тамасо означает невежество, незнание. Не знаю, как жить. Вообще я не знаю, как жить. Я не понимаю, разводиться с мужем или нет. Что кушать, я не понимаю. Где жить, не понимаю. Где работать, не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Что происходит в моей жизни, я ничего не понимаю. Все как-то странно. Тамасо означает, ничего не понимаю. Тьма. Тьма, тамас на санскрите тьма, означает тамас на санскрите, тамасо, ма, означает, вот в этом направлении надо двигаться, дьотир гамая, дьотир означает свет или знание, если ты во тьме невежества, ты должен соприкасаться через звук со светом знания, слушай того, кто знает. В звуки поверь в знания, почувствуй знание в звуке, все тебе станет понятно, как жить, что делать, для чего жить, какие проблемы, какие препятствия, все будет преодолимо, понятно и легко, если ты внимательно с верой слушаешь того, кто знает. Мритюр, мам, амритам, гамая, мритюр означает неизлечимая болезнь, на пороге смерти, означает тюрьма, разруха в жизни, депрессия, стресс, ушли близкие люди, безысходность, безнадега, безработица, нищета. Мритюр означает, что ты не живешь, а мучаешься. Амритам означает любовь к Богу, амрита, бессмертие, любовь к Богу. Человек, который сталкивается с любовью к Богу, вся безнадега, вся разруха, все, что связано с смертью, улетучивается из его жизни. Он становится счастливым, радостным и воскресшим. Понятно? На чем мы остановились? Кто спрашивал? Спрашивайте дальше. Факт. Не надо себя заставлять. Нужно слушать. Запомните, если вы спите, допустим, вы не можете проснуться, включите того, кто молится, вы проснетесь. Потому что сон — это сон разума. Разум, когда просыпается, воля просыпается, решимость, энтузиазность все просыпается вместе с ним. Если ты услышал, включайте в будильник голос молитвы. Услышал молитву, хочешь проснуться, потому что разум включается. А если ты еще 10 раз произнесешь молитву, ты сам подскочишь с этой постели. Сначала услышь, наполнись силой, потом сам произнеси, и все, и ты сам станешь радостно, хорошо станет, потому что заставлять себя не надо, нужно войти в состояние энтузиазма. Когда у тебя нет сил молиться, слушай того, кто молится, с сильной верой. Сразу появляется энтузиазм. Энтузиазм появился — молись. Надо мучить себя, не надо, надо знать, как все работает в организме. Если не можешь заснуть, 10 раз повтори молитву — заснешь. Потому что ты не можешь заснуть, тебе не хватает счастья. Когда ты повторяешь молитву, счастье входит в тебя, счастье достаточно вошло — засыпаешь. Человек не может спать, потому что не хватает счастья. Счастья достаточно? Ваш вопрос? Ваш, да. Нет, девушка, вот светлые волосы, окворачивается, не верит, что ей дали. Микрофон тоже не верит почему-то, что ей дали микрофон, тоже не верит. Мне очень сильно отверстие, не верит. О, пожалуйста, мне хочется родить. Я хочу спросить, что очень важно. Мне очень легко зависеть от этих véletных делов. И знаешь, мне казалось, что я заколадный день, и просто не понесло, и мне пришло удобство купать на кухне-правиль, и я думала, что я бы не могла. Побыть меня просто каландочкой, хотя я помогу. И мне казалось, что не могу лицами взять для молодежи, а легко смогу, где-то на то, где-то на то, где-то на то, где-то на то. То есть просто вот шло это, начало расцвет, а потом и видеть, то есть было еще привет, ну да. И когда как бы я начинала улыбаться, то есть на август, то есть по кухгалу. Для меня были конечницы, взнимания, и мне это очень нет, что тоже тогда мне казалось. Ну, просто сегодня, где-то. Мне нравилось танку играть. Классно. Неважно. Отлично. Вот, молодец, молодец. Отлично, отлично, молодец, супер. Супер, отлично. Если бы я так развивался, как вы, я бы, наверное, был на седьмом небе отчасти. А это, это другое, это другое немножко. Нет, нет, это другое совсем. Вы все перепутали. Вот смотрите, то, что вы все слушаете сейчас, изучаете, радуетесь. Азан красивый, там, Шма Израиль красивый, все красивое, мне все нравится. Это стадия развития личности. Нельзя перешагнуть через свою стадию. Человек должен сначала вот так. Все девушки такие красивые, я на всех смотрю. Но где моя девушка, я не знаю. Нормально. Стадия развития личности. Изучение всегда имеет свои стадии. Не нужно никуда скакать. Если вы перескакиваете с одной на другую быстрее, вы теряете то, что было. Например, некоторые дети хотят быстрее стать взрослыми. Если Бог им дает такую возможность, он думает, они стали вундеркиндами, думают, я потерял свое детство из-за того, что захотел стать взрослым. Ну, так не теряй. Если у тебя такая стадия развития, значит, будет следующая обязательно. Некоторые люди думают, ой, вот у меня такая, у вас же уже другая стадия. Вот смотрите, вы раньше просто увлекались всем, потому что вы так проверяли свои способности. И вы просто игрались во все это. Сейчас вы уже не играетесь. Вы реально, вам нравится слушать молитвы. Это не то, что вы просто делаете вид. И вам реально нравятся возвышенные люди. Вам нравится и в той вере, и в это. Это уже совсем другая стадия, не той, которую вы начинали. Вы сами не заметили, как на следующую перескочили уже. Вы уже в другой стадии находитесь, реально. Придет время, у вас наступит следующее и следующее. Но если вы хотите знать, когда у вас будет ваша вера, через одну. Не на следующую еще, через одну. На следующей стадии вы еще глубже начнете понимать веру и увидите святость. Эти святости вам все так будут нравиться. И мусульманская, и ващнавская, и там, и еврейская. Все, все святости будут сильно нравиться. Но когда вы увидите свой путь, то на фоне того, что вам все очень нравится, вы почувствуете, что вам именно вот этим надо заниматься. Это не то, что мне что больше нравится, все будет очень нравиться. Ну вот моя семья здесь, вот моя родня здесь, понимаете. А там все тоже классно, все красиво. В этом мире все так прекрасно, но как бы здесь моя родина, вот здесь. В вере тоже есть родина своя. И даже внутри веры, понимаете, вот большая-большая вера какая-то. Там тоже есть своя родина внутри веры. И так идет погружение все ближе, ближе. И там потом человек доходит до духовного наставника даже. Это тоже свой мир отношений, он очень глубокий. А? Моя мечта. А моя мечта совсем проста, она так чиста и так светла. Я рад вас здесь видеть. Знаете, почему я рад вас здесь видеть? Потому что ваш духовный путь очень светел. Уже не одну жизнь он идет. Я чувствую вашу духовный путь из прошлой жизни. Он очень красивый, светлый. Вы были ученым человеком очень. У вас была феноменальная память. Вы знали очень много философию глубоко. Сейчас вы тоже идете этим путем. Вы как солнышко здесь сидите, сияете. Придет время, вы все узнаете про свою жизнь. Сейчас, пока еще рано. Ваша заслуга с прошлой жизни. С прошлой жизни. Знайте, что в языках содержится высочайшая мудрость духовного знания. Если человек глубоко понимает язык, он очень глубоко может понять духовное знание. Потому что в языках находится тайна. Внутри языка находится тайна духовного знания. Чем древнее язык, тем больше там связь с духовным знанием. Поэтому изучение языков очень сильный путь. Это не для всех. Я, например, имею другой путь. Я постигаю сердца людей и пытаюсь через звук постигнуть Бога. У меня такой путь. У вас путь через структуру языка, через звучание букв и слов. Вы постигаете Бога. В этом тоже высочайшая мудрость. Да, любить все, радоваться все. Конечно, что нравится, то изучайте. Да, все изучайте. Все любите. Этот мир, он прекрасен. Не бойтесь ничего. Вы не поверхностный человек. Вы глубокий человек. Ничего не бойтесь. Не заморачивайтесь. Кто-то вам говорит, да хорошо, это плохо. Не разговаривайте с этими людьми. Не общайтесь с ними. Они глупые. Они замороченные. Если люди зашоренные, замороченные, знаете, у них так... Им это надо тоже. Надо тоже им так смотреть в одну сторону. Вот. Это хорошо, тоже надо. В какой-то момент вы зашоренные тоже чуть-чуть станете. Когда выберите свой тут, побежите, побежите. Вам никуда не будет хотеться смотреть, но в какой-то момент потом вы поймете, что бежать можно к своему пути и при этом радоваться всему остальному в этом мире еще лучше. Не быть зашоренным такой лошадью, которая скачет в одну сторону, а видеть все вокруг себя. Ведь можно так пробежать и не увидеть мира, в котором ты живешь. Жизнь такая немножко скучноватая. Люби весь этот мир и иди своим путем смело. Никуда не сворачивай. Ваш путь – это путь познания пока. Это так надо. Так надо. Чтобы принять что-то одно, нужно хорошо знать все остальное. Если ты хорошо знаешь, тогда ты смело и сильно принимаешь. Потому что есть тебе с чем сравнивать. Но не у всех такой путь. У некоторых людей путь другой. Они очень быстро что-то одно находят, а туда быстро бегут. И они ничего не хотят познавать. Есть путь знаний, есть путь мистический и так далее. Есть разные пути. У вас путь знаний. Это ваш путь. Вы не должны пытаться менять его. Это ваш путь. Вот прямо, да, так вот. Это ради одного человека, чтобы да. Ну хорошо. Хорошо, ладно. Так надо сильно видеть. Микрофон не работает. У нас сегодня микрофонный день. Здравствуйте. Я хочу спросить. У меня возникает проблема с будущей микрофоню. Она хочет, чтобы я много работала и со своим будущим людям была полностью, ну как бы, приносила полностранный финансовый класс к нему. И изначально… Мое жилье было то, что ты работаешь, ну, чтобы делать вот, развивать уборчики, там, зарабатывать стена, булаты. А потом он говорит, мама говорит, давай позвоним в такую работу, и… Ну, я не знаю, как это немножко… Устроить отношения. И у меня… Какие-то не понятно, идет ли у меня? Эти женщине мне кажется, что она убирает мужчину, а с моим мальчиком. Вот смотрите, видите, пришла боль. Время действует. Пришла боль. Эта боль вызвала сильную концентрацию на себе и на тёще, или на свекрови. То есть, время так подействовало, человек ничем, ни о чем больше не может думать, он сосредоточен только на себе и на свекрови. Всё. И она, 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 она делает всё, это она. Это всё ты, ты, ты. Ну, то есть, так действует время. Я об этом вам говорил. Когда приходит тяжелый период, время сосредоточивает человека на себе и на объекте боли. Всё. Больше ни на чём. И это просто действует время. Это механика времени. Больше ничего не действует. Только время. Но нам кажется, что тёща или там свекровь действует. Нам кажется, что действует свекровь, а это действует ваше собственное время через неё. Теперь, если я это знаю, что делать? Я забываю про свекровь. Сажусь, начинаю молиться. Слушаю голос святого человека и начинаю в молитве постепенно приходить. К чему? Постепенно прихожу к тому, что у меня со свекровью всё будет хорошо. Я по отношению к ней успокаиваюсь, принимаю её в свою жизнь. То есть, я время принимаю. Возвращаю время назад в сердце. Слушайте все внимательно. Сейчас идёт очень важная беседа. Я свекровь в сердце назад возвращаю. Откуда она пришла? Это плохое время действует из сердца. Туда и пришло. Я сама в всём виновата. Моя судьба сама в всём виновата, не свекровь. Свекровь просто является воплощением моей судьбы. То есть, я молюсь дальше. Постепенно у меня появляется чувство, что сначала всё хорошо в сердце будет со свекровью, а потом я начинаю чувствовать, знать, как с ней разговаривать. Я чувствую, что свекровь очень властная женщина. И надо просто научиться ей подчиняться. Надо взять и принять её власть, любить её, соглашаться с ней и жить, как жила дальше. И она не будет ничего трогать, потому что её цель – это тебя подчинить. У неё нет никакой цели. Она может выслушать тебя, согласиться. Да, тебе не надо так много работать. Всё это возможно. Но узнать это можно только вам, не от меня, а из своего собственного сердца. Потому что есть глубокая причина, почему эта свекровь сейчас вас мучает. Глубокая причина заключается в вашей гордости. Вы не хотите подчиняться старшим. И не только ей. Вы также не подчинялись и своим родителям особенно. И сейчас Бог вас учит этому подчинению через эту несправедливость, которую вы почувствовали. Но я, видите, слишком много вам рассказал. То, что вы сами должны были узнать, вы сейчас узнали от меня. И так как вы не достойны этого знания, поэтому хоть вы и киваете мне головой, вы всё равно со мной не согласны. Вы стоите на своём, что свекло плохое, я хорошее. И она заставляет меня работать. И она будет дальше меня заставлять. И я не знаю, что с этим делать. Потому что она упрямая, вы так думаете. На самом деле вы сами упрямо и не хотите меня слушать просто. И всё. Дальше движемся. Ваш вопрос. Вам что сейчас надо делать? А мне сейчас принять ее зашим. Нет, невозможно. 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 У вас на это нет силы. Невозможно. Нет. Не вот. Люди никогда не слышат самого главного. Они слышат только конечный результат. Все люди думают, что надо разгоняться и прыгать на девятый этаж. Ты не прыгнешь на девятый этаж, потому что там есть ступеньки. И ступеньки все сотканы из молитвы. Только молитва даст тебе силу всё это сделать. Ты не сможешь ни принять, ни понять, ни согласиться. Ничего ты этого не сделаешь. Потому что у тебя на это нет силы. Вот теперь поняла. Трудиться надо. А не пытаться прыгать на девятый этаж. О, сейчас я ее приму. Попробуйте. И вы ее только увидите у вас сразу вот здесь. Все скукожится. Карма это серьезная штука. Карма сказала ворона и съела червячка. Ма означает смерть. Кар означает кар. Ну слышали меня? Задали вопрос не по молитве, а про свекровь. А я просил задавать вопрос только по молитве. А можно вопрос на молитве? Да, пожалуйста. И совсем понятно. Вот мы как одновременно обращаемся к Господу. Правильно ли это обращаться к Господу? Нет. Благодарностью? Нет. Благодарностью да. Нет. Если она есть. Когда вам плохо, никакой благодарности у вас в сердце нет. У вас здесь обида. Поэтому лучше всего любить учиться Бога, служить Ему. Служить. Надо просто знать, что Он есть. Пытаться слушать голос тех, кто молится. Кланяться Ему. Я буду делать, как ты хочешь. Я хочу жить правильно. Пытаться увидеть святость. Пытаться помнить о ней. Это называется служение. Допустим, мы на лекцию пришли слушать, верить, соглашаться. Это называется служение. Так Бог радуется. Он говорит, молодец, моя хорошая. Слушай, давай, может что не поймешь когда-нибудь лет через десять. Вот. Бог так думает в сердце. Попытка строить с ним отношения. Воссоединение это слишком круто сказано. Это надо еще очиститься для этого. Это строить отношения. Я булькаю там у себя внутри. Я душа, покрытая мраком вот этой своей судьбы и кучей желаний. Я оттуда высовываюсь чуть-чуть. Я хочу для тебя жить. Потом бульк. Он говорит, я хочу для тебя жить. Пуп. И туда. И вот так вот. Какое воссоединение? Никакое воссоединение. Просто мы булькаем там в болоте. И чуть-чуть раз высунулись. Я для тебя хочу. И он в это время тебе все самое лучшее. Быстрее, быстрее, быстрее. Благотворительная помощь. Все. Сбрасываем груз весь. Благотворительной помощи туда. Быстрее, быстрее, быстрее. Пока не засунулось назад. Бульк. Засунулось. Все. Сколько получилось, столько получилось. Вот и все воссоединение. Ну вот и все воссоединение. Не надо ничего просить. придет время все получите а ну да понял да он старый уже и памяти никакой нет бога вообще памяти нет никакой он забывает все вот поэтому надо просить обязательно вы попросите почаще напоминайте а то он забудет старый же он уже родитель всех живых существ он старый уже вообще там дряхлые кости сыпется уже поэтому как бы вы просите его почаще а то он все забывает забыл вообще что вы в израиле живете здесь надо больше денег чтобы прожить забыл все забывает все забывает просите больше его почаще но если вы хотите все таки понять кто такой бог тогда ни о чем его не просите знаете что когда человек забывает про себя в это время он дает возможность богу о нем помнить пока мы помним о себе пока мы держимся за свою судьбу хотя бы одной рукой мы не отдаем свою судьбу богу и он нам помочь не сможет тот момент когда мы забыли про себя думаем только о нем молимся только ему хотим жить только для него служить только ему и в это время хотя бы чуть-чуть это удается тогда в это время он хотя бы чуть-чуть может что-то быстренько для нас сделать потому что пока мы сами сдержимся за свою судьбу он для нас сделать ничего не сможет хоть просите хоть нет это все просто пустая трата времени для отвода глаз бесполезно и занять а если вам что-то положено в этой жизни поверьте мне вот прямо сейчас если вам что-то положено вы прямо сейчас это и получите в этом мире не бывает так чтоб вам было что-то положено и вы прямо сейчас этого не получили не бывает поверьте мне поэтому просто служите богу свет этого служения рассеивает всю тьму вашей жизни быстрее чем чтобы вы ли другое делали в этой жизни любая благотворительность любая работа над собой любые аскезы все это несравнимо с тем что человек думает о боге и любит его и служит ему несравнимо сильнее человек получает благо непосредственно контакт со светом вся тьма его жизни все грехи плавятся от того что человек слушает голос святого человека молиться кланяться алтарю и думает только о нем а не себе в это время все его мечты сбываются когда человек отпускает свою жизнь ради бога полностью не хочет о себе думать совсем в это время бог думает о нем только о нем и такой человек становится другим другая жизнь наступает эта жизнь называется жизнь в преданности или жизнь в любви в этой жизни нет кармы есть только благодать божья все люди такие становятся сильными смелыми выносливыми радостными и судьба не может никак их побороть никогда но вы слаба своими желаниями и вера бога у вас очень слабая вы думаете что он все забывает ему надо постоянно его просить в этом ваша проблема но это не проблема на самом деле это не проблема потому что это этап развития человека идет время вы будете более раз это все нормально нет проблем вы тоже про молитву видите еврей какие разумные люди сначала берет микрофон потом будет если вы позволите я уже не могу но я уже не могу по не позволить потому что микрофона вас как я вам не позволю и так у меня тоже есть еврейский крови задавайте послушайте меня мы соединены сердцем со всеми своими близкими людьми если у вас хватает своей силы энергии счастья в сердце вам даже не надо думать о близком человеке эта сила немедленно сама переходит к нему и помогает ему допустим ваш ребенок заболел если он заболел и вы чувствуете что все будет хорошо это значит что ваша сила и сердце уже ему помогла и это значит что точно все будет хорошо но если вы начинаете волноваться за своего ребенка это значит вашей силы уже не хватает и в этом случае вам нужно откуда-то брать силу она потом сама пойдет куда надо люди об этом не знают они думают что надо реально об этом сильно как-то беспокоиться нет вам надо беспокоиться только о том чтобы эту силу получить а получить ее можно только одним способом если вы думаете о боге бог думает о вас если вы ему служите он служит вам вам надо забыть про себя оставь свои заботы падения и взлеты пожалуйста думая о боге молись ему радуйся его кланься ему люби его помни о нем и чтобы помнить о нем нужны факты поэтому надо изучать как ты можешь помнить о том чего ты не знаешь нужны факты как кто исцелился как кому помогло как тот просветился как кто стал сияющим надо все это вжить этим надо опыт этот получить отношений с богом когда человек это знает у него чувствует опыт он получил реально он жизни много примеров знает он начинает о нем думать и в это время происходит чудо он наполняется тем чего в этом мире всем не хватает он наполняется силой которая идет везде во все ниточки есть такая такой стих бога где там говорится тот человек который имеет контакт с большим водоемом все маленькие колодцы наполняются немедленно наши маленькие колодцы это ниточки связаны с нашими родственниками они наполняются сами потому что так действует вода не надо заставлять воду втекать в колодец он на нас сама просто из большого водоем все наполняется колодцы становятся полными точно так же говорится в этом стихе бога гид и когда человек познал конечную цель вето конечная цель это бог тогда все остальные цели и желание его автоматически становятся удовлетворены поэтому даже не надо и вспоминать близкого человека просто молитесь но вы знаете что эта молитва для него вы просто знаете об этом этого достаточно чтобы ему стало лучше но если вы хотите проконтролировать процесс тоже возможно для этого надо быть немножкоío опытным надо думать о боге молиться для него кланяться ему и просто чуть-чуть памяти держать того человека которым вы хотите помочь вы увидите что ваша память о нем начнет меняться почувствуйте что ему станет лучше потом вы почуствуете что ему становятся лучше а потом Dot увидите, что ему становится лучше. Девушка, вот посредине. Вы? Про молитву вопрос. Про молитву. Вы знаете, почему говорят, что здесь земля, избранная земля? Знаете, почему? Потому что здесь, сюда, на это место, пришел сначала пророк Моисей. Это необыкновенная личность. Вы даже себе представить не можете, что это за личность. Он жил в непосредственном контакте с Богом. Таких людей практически нет на земле. Можно только еще прибавить Мухаммеда, пророка, там и так далее. Понимаете? Это очень редко. Это не то, что сейчас все говорят, я пророк, я пророк. Практически нет. Как эта личность вообще может выглядеть? Эта личность является непобедимой. Она является абсолютно святой. Один взгляд такого человека дает полное счастье. Понимаете? Один контакт с этим человеком просветляет и так далее. Понимаете? Но не только это. На этой земле так же жил тот, кто является благодетелем для всего человечества, который грехи всего человечества взял на себя, который является самим Богом на самом деле. Это Иисус Христос. Понимаете? И Он тоже здесь жил. Когда великие личности живут где-то на какой-то земле, потом тот, кто помнит о них, он начинает контактировать со святой землей. Те, кто просто так здесь живут, они не контактируют со святой землей. Но те, кто контактировал, помнят о святых личностях, они, эти люди, начинают контактировать с настоящей святой землей, которая дает удачу в жизни. Она орошает силой человека, счастьем, необыкновенным могуществом, победой. И даже если говорить астрологически, то на эту землю, где вы живете, влияют две самые важные планеты, это Юпитер и Меркурий. Они связаны с разумом и верой. Нет, не сильно, Раху и Кету не сильно. Юпитер и Меркурий основное влияние оказывают. Все, что вам кто-то сказал, забудьте. Я чувствую, какие планеты куда влияют. Вот каждый из вас, я могу сказать, какие планеты на вас влияют. Сходу так же на эту землю влияют Юпитер и Меркурий, две самые главные планеты. Поэтому здесь люди очень эрудированные, они очень смышленные и верующие. Много верующих людей, раз, и люди очень быстро ориентируются в ситуации, они склонны к хорошему контакту, у них хорошая образованность. Это Меркурий так действует. Юпитер означает вера и целеустремленность куда-то. Поэтому эта земля благословенная только для тех, кто хочет здесь заниматься духовной практикой. Все остальные, которые приехали сюда счастливую жизнь себе устроить, будут мыкаться, мучиться и страдать здесь. Потому что это место предназначено только для самосовершенствования. Если человек здесь этим занимается, он становится здесь сразу же счастливым. Так действует святая земля. Любое желание улучшить свою жизнь, которая стоит выше, чем духовная жизнь, является оскорблением святого места. И человек такой, оскорбляющий святое место, будет здесь страдать больше даже, чем он страдает в других местах. Поэтому устремитесь к самосовершенствованию всем своим сердцем. Вы все здесь получите для своей счастливой жизни. Сто процентов, я вам говорю. Сто процентов. Учитесь прежде всего духовной жизни здесь, на этой земле. А все остальное приложится легко. Легко, поверьте. Все, окей, ваш вопрос, да? Здравствуйте. Я сегодня прошелся с полным диаметром, в сервере. И когда я сказал, я повторял слова, я не знаю, что я повторял за сломание. И у меня приходилось в сентябре, в сентябре, в сентябре. И каждый раз, когда я повторял еще раз, и возвращал к этому, у меня опять вгружилась голова. И вчера я постаралась пересочить больше на нынешние, когда я включили, на себя сна. И это было в начале, но в последнее время еще раз вгружилась голова. И для меня как продолжать это в сентябре? Вам надо принять это. Вгружение головы означает сильная энергия, которую вы не можете выдержать. Вы просто ее примите, и сразу же вы ее начнете выдерживать. Вы просто примите. Вот скажите себе, это нормально для меня, что она кружится. И сразу она перестанет кружиться. Вы просто войдете на другой, переключитесь на другой уровень энергетический, и все. А так, знайте, что это ваше. Вы искренний человек, глубокий. И вы пришли туда, куда надо. Вы сами это чувствуете. Спасибо. Спасибо вам. Да? Ваш вопрос? Спокойствие, да? Что это спокойствие? Смотрите, истощение означает депрессия, пустота такая, что не хочется жить. Но если вам хорошо стало, спокойно просто, и ничего не хочется, это значит, вы наполнились. Вы просто не ожидали, что такое бывает. Изнутри человек наполняется, ему тут хорошо становится, спокойно изнутри. И он думает, может быть, это плохо. Он даже не знает, хорошо это или плохо, быть наполненным. Спасибо. Ну, так это хорошо. Это значит, что вы первую стадию преодолели, вы побеждать судьбу начали. На первый раз было. Представляете, как здорово. А потом второй раз будет интереснее еще. Вы с человеком с каким-то... Вот сейчас приведу вам пример. У меня есть один знакомый. Он был не просто там каким-то дяденькой. Он был большим дяденькой. Он был одним из... Как бы он... Ну, в общем, он возглавлял земельные вопросы в одном округе Москвы. Все, что связано с землей. У него был свой коттеджный поселок, под Москвой строился. И этот человек как бы был на высоте жизни. Он как бы был очень богатым. И в какой-то момент его друг, с которым он все это делал, он его предал. Как-то хитро у него все отнял. И у него вообще ничего не осталось. Просто ничего. И в это время он начал слушать лекции, заниматься духовной практикой. То есть он полностью... Вся жизнь его изменилась. Он стал счастливым, понимая, что если бы этого не произошло, он бы никогда не встал на духовный путь. Он очень сильно обрадовался тому, что произошло. Но у него была одна проблема в жизни. Серьезная проблема. Он никак не мог простить этому другу, что он только с собой не делал. Он все время это за мной засидел в его сердце. Теперь слушайте дальше. Он пришел к нам на молитвенный ретрит. Мы просто собираемся, вот мои сотрудники вместе собираемся. По 70 человек включаем громко голос святого человека. И все громко начинаем молиться вместе. Два часа радуемся духовной жизни, концентрируемся. И так два часа проходит у нас. И он тоже пришел, он как бы мой знакомый, я ему разрешил там быть. Он такой начал молиться с нами. И все, молился, молился, молился. Он не думал об этом друге даже своем. Просто его сердце, оно заполнило то пространство, которое было пустым. Понимаете, все это обиды, злобы. Это значит, что у нас в сердце там пустота. Там нет счастья, есть какие-то пустоты, которые нужно просто заполнить. И все, вот этой влагой любви. Влагой любви. И он радовался, любил. И когда закончилась молитва, им всех начали спрашивать, что произошло в вашей жизни, что новенького. И он такой, и он вспомнил этого человека. И он чувствует, что он его, больше на него не сердится. У него даже капли. Он его специально вспоминал, чтобы разозлиться даже на него, но он не мог. Он полностью простил этого человека. Все. Хотя он ему не прощал. Он в это время думал о Боге просто. Вот это ответ на ваш вопрос. Представляете, он так возрадовался, ему так было хорошо. Он удивился очень сильно. Он всю жизнь мечтал избавиться от этого чувства злобы, обиды над человека. И он избавился. Все ему хорошо стало. Простил. Он закричал, я простил, я простил. Но это не он простил. Это Бог наполнил его силой, дающей возможность простить. Субтитры сделал DimaTorzok